Я опять должен себя представить. Меня зовут Московкин Леонид Викторович, я профессор Санкт-Петербургского университета. И сегодня у нас с вами будет лекция, посвященная проблеме страноведческой компетенции, ну и формированию страноведческой компетенции. Сразу я вам хочу сказать, почему именно вот эта лекция и эта тема возникла как тема летней школы. Дело в том, что сама эта проблематика очень интересна и актуальна, мало по ней работ, но тем не менее в Санкт-Петербурге есть ученые, которые этим вопросом занимаются. И я хочу вас познакомить с наработками наших ученых, материалом и своим, и материалом своей аспирантки Елены Борисовны Рыковой, которая подготовила уже диссертацию по этой теме. Ну, я сразу хочу вам сказать о том, что могут быть разные подходы к рассмотрению вот этой самой проблематики, но мы должны иметь в виду одну вещь. Ну, с чего мы начнем? Прежде всего, с утверждения о том, что вот современная методика и вообще образовательные современные системы, они базируются на так называемом компетентностном подходе к обучению. Не только обучению языкам, но и разного рода другим предметам. И выделяются при обучении любому предмету компетенции, более важные компетенции, менее важные компетенции. Но для нас, для преподавателей иностранных языков, для преподавателей русского языка, как иностранного, это не составляет особой проблемы. Потому что мы уже давно знакомы с понятием «коммуникативная компетенция». Я надеюсь, что все вы имеете представление об этом, хотя в разных странах эти представления разные. Но, тем не менее, коммуникативная компетенция, сам по себе термин «компетенция» был введен американским ученым Нуэмом Хомским давно еще, в 60-е годы. Просто как компетенция, как способность человека создавать правильное предложение. Но в дальнейшем он уточнялся, появился термин «коммуникативная компетенция». Его ввел этот термин, тоже американец, кстати, социолингвист Дэл Хаймс, который сказал, что... Ну вот, человек умеет строить правильное предложение, и это, конечно, хорошо, но для того, чтобы общаться, этого недостаточно. Этого недостаточно. А что еще нужно? Нужно знать еще многое... Спасибо большое. Многое, кроме этого, вот он говорил, социолингвистические обязательства. И поскольку Дэл Хаймс был социолингвистом, он сразу сказал, что в любой коммуникативной компетенции есть не только лингвистический компонент, но и социолингвистический. Вот сейчас на экране уже вы видите определение коммуникативной компетенции из словаря наших известных московских методистов Азимова и Щукина. Так. Азимова и Щукина. И под компетенцией, посмотрите, что они понимают, способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения. Ну и дальше уточнение. Бытовой, учебной, производственной, культурной сферы. Вот, собственно, что понимается под компетенцией, понимают наши известные ученые. Это способность общаться. Коммуникативная компетенция – это способность общаться. И здесь, если мы посмотрим, книги разных известных ученых, как правило, нет каких-то вот разночтений. Все примерно так и понимают. Единственная проблема возникает, когда мы начинаем говорить о формировании этого. Потому что нам надо знать, из чего эта компетенция состоит, и тогда понимать, как это формировать. И вот, когда мы смотрим книги разных известных ученых, мы видим, что состав коммуникативных компетенций у разных ученых разный. Чаще всего выделяют, сейчас посмотрите на слайд, лингвистическую компетенцию. Это как раз вот то, что имеет отношение к фонетике, лексике и грамматике. Социо-лингвистическую компетенцию – это учет особенностей самого коммуникативного акта. Ситуация общения – это учет особенностей собеседника. Социо-культурная компетенция – это все, что связано с знаниями, скажем, страны, культуры и так далее. Дискурсивная компетенция – все, что связано с текстом и дискурсом, стратегическая, ну и так далее. Я специально на этом не буду останавливаться. Мне кажется, что вы должны это хорошо знать. Наверное, в курсах методики это все-таки у вас было. Было? Да. Поэтому я не буду даже вот… Просто я напомнил, что такое и есть. Я хочу вам сказать, что это не единственная возможность рассматривать структуру вот этой способности, способности общаться. Дело в том, что если мы исходим из коммуникативно-деятельностного подхода, то в основе, ну вот для анализа в основе должно лежать что? Должен лежать процесс общения. Вот это главное. И если мы посмотрим и на традиции наши недавние 70-х, 80-х годов, да и на современные некоторые работы, мы увидим, что так или иначе компетенций-то всего две. Есть владение средствами общения, и это можно назвать языковой компетенцией в целом. И есть знание предмета общения. То есть о чем мы говорим и какие средства мы используем. Нужно сказать, что обычно у нас в нашем учебном процессе мы интересуемся только первым аспектом владения средствами общения. Мы формируем речевые навыки, фонетические, лексические, грамматические. Мы говорим о связи вот этих вот навыков с культурой, но все равно это все в плане языковой компетенции. Ну вот интересно, может ли состояться процесс, обычный разговор, если два человека, ну у них нет общей темы для разговора. Если им неинтересно о чем-то говорить. Конечно же не может состояться. Но вот смотрите, два человека говорят друг с другом, и им интересно. Почему им интересно? Это значит, что у них есть, во-первых, какие-то общие знания, но при этом у них есть какой-то элемент незнания. Потому что если один знает точно то же, что другой, то ясно, что и зачем им общаться, они и так все знают. А вот никогда такого в жизни не бывает. Мы ведь все разные. И один знает больше о чем-то, другой меньше. И нам интересно обмениваться вот этим новым. Или другая ситуация. Допустим, мы знаем об одном и том же, у нас есть одни и те же знания, но у нас разные оценки. И мы обмениваемся разными оценками. Понимаете, вот этот момент очень важный. Это, собственно, вот и есть это предмет общения. Мы общаемся либо для того, чтобы сказать что-то новое, узнать что-то новое, либо для того, чтобы сказать, как мы это в себе представляем, как мы это оцениваем. И вот этот элемент, предметно-тематическая компетенция, она оказывается очень важной в процессе обучения языку. При этом я вам хочу сказать, что вот когда у нас идет начальный этап, помните, что там за лексика, что там за грамматика. Это обычно бытовая сфера общения. Социально-бытовая сфера общения. Это обычные разговоры, это знакомство, ситуация знакомства. Ситуация, например, в транспорте, в общежитии у студентов, может быть, где-то вот на улице, в магазине. Вот самые типичные ситуации, связанные со сферой быта. И вот здесь, представьте вот такой момент. Мы, вдруг мы не можем использовать перевод. Конечно, для вас эта ситуация сложная, потому что, как правило, все-таки вы можете использовать. Но в России такое бывает. Вот мы не можем использовать перевод. На что мы опираемся, когда мы вводим какие-то ситуации? Опираемся на то, что во всех культурах, во всех странах имеются, есть ситуации знакомства, приветствия, прощания, извинения. Это есть везде и всегда. И поэтому мы просто, нам легко ее создавать. Наши студенты легко это понимают. Поэтому, когда мы работаем с лексикой, грамматикой, социальной сферой общения, нам не надо заниматься вот этой предметной компетенцией. Нам очень легко, например, говорить о теме семья, потому что у наших учащихся, как правило, есть семьи. Они очень легко, быстро начинают реагировать. Или тема друг. То же самое им есть что сказать. Другая ситуация возникает, когда у нас меняется материал, когда появляется материал социально-культурной сферы общения. И вот здесь оказывается, что иностранные студенты многого из культуры не знают. Иностранные школьники многого из российской культуры не знают. Поэтому возникает вот это вот предметно-тематическая компетенция. Значит, мы должны не только обучать языку, но и должны обучать еще чему-то, кроме языка. Ну, например, культуре. Но только ли культуре? Вы знаете, что русский язык преподают не только на филфаках, не только на филологических факультетах, но преподают и в нефилологических вузах. И там очень важно для студентов, например, научиться читать специальные тексты. Если вы будете работать в этих вузах, то вы будете, конечно, предлагать студентам специальные тексты. И вот скажите, пожалуйста, специальные тексты, если мы не понимаем содержание этого текста, мы можем с ним работать? Нет, да? А почему нет? Ну, как же мы будем объяснять то, чего сами не понимаем? Ну, мы что-то можем объяснить? Если там описывается, из каких частей состоит двигатель, а мы ничего про это не знаем, то вряд ли мы сможем объяснить это? Конечно. Мы, конечно же, все равно мы видим, что там есть слова существительные, есть прилагательные, да? Есть глаголы. Мы можем с этим поработать. Но если у нас текст, если у нас текст, конечно, нам очень важно понять, для себя чувствовать, понимают ли наши студенты содержание этого текста. Да? Но для этого мы сами должны понимать. Мы всегда отбираем такие тексты, чтобы хоть самим немножко понимать. То есть, если наш преподаватель русист работает, например, в техническом вузе, у него должна быть какая-то небольшая, но и техническая компетенция. Понятно? Не только вот наша профессиональная языковая, а еще и техническая. Иначе невозможно работать, невозможно обучать русскую музыку. Вот это тоже предметная компетенция. Я сейчас хочу вам теперь как обобщение сказать, что это вот такое предметная компетенция. Это вот знание той информации предметной, которая позволяет нашим учащимся порождать высказывания или распознавать высказывания. То есть, это то, что у нас является предметом нашего общения, или, когда мы читаем тексты, когда мы слушаем тексты, то, что у нас является фоновыми знаниями, нам помогает просто понять, о чем идет речь. И вот эта предметно-тематическая компетенция, она отражена в наших учебных программах, стандартах. Всегда вы увидите перечни темы. Интересный вопрос. Вот эти темы, кто их придумывает? На какой основе? Кто их придумывает? Трудно сказать, потому что я не видел ни одной научной работы, где бы это было обосновано. Почему именно это? Почему на начальном этапе надо обязательно вводить тему «Мой друг» и рассказывать о друге? А может быть, кому-то неинтересно это? Вот это интересный вопрос, и, конечно же, это требует обсуждения. Давайте посмотрим, какие могут быть разновидности вот этой предметно-тематической компетенции. Вот эти четыре пункта, это все выделено на основе анализа учебников по русскому языку, как иностранных. Ну, во-первых, есть понятие универсальной компетенции. Это то, что ну, должны знать все люди. Такой общекультурный пласт. Ну, мы предполагаем, что вот к этой общекультурной, к этой универсальной компетенции относятся, действительно, знания общечеловеческих отношений, ситуаций, хотя понимаем, что, например, ситуация знакомства в разных странах, она может все-таки иметь свою специфику, да? И ситуация извинения может иметь свою специфику, речевой этикет может отличаться. Но, тем не менее, сами эти ситуации, они везде примерно одни и те же, и на это можно опираться. Что еще может относиться к универсальным знаниям? Ну, трудно сказать, но вот если как-то вот на опыт опираться, очень многие студенты, особенно из европейских стран, читали в детстве тех же самых писателей, что и русские студенты, читали Джека Лондона, Жюля Верна, Александра Дюма, и это какой-то общий европейский пласт культуры. Общий европейский пласт культуры. Мало того, даже и восточные, представители восточных народов, например, китайцы, они тоже многое из этих авторов знают. То есть, вот, видите, это какой-то общий пласт художественной литературы. Что еще здесь может быть? Это могут быть какие-то общие знания о том, что происходит в мире. Ну, например, долгое время вот таким общим знанием было знание о том, что первым космонавтом был Юрий Гагарин. Не случайно, если вы открывали вот учебники для начального этапа по русскому языку, там всегда есть Юрий Гагарин. Им легко это понять, они сразу это все узнаваемо. Сейчас, правда, ситуация меняется. Сейчас уже Юрий Гагарин не стал таким узнаваемым и во многих странах о нем не знают, но, тем не менее, ясно, о чем я говорю, да? Вот универсальная компетенция. То, что в принципе, ну, должно быть у каждого человека. Хотя, понятно, что учебный процесс, например, вот в каждой стране он свой и совсем не обязательно, если мы знаем, например, законы Ньютона, что кто-то другой тоже знает, а может быть, кто-то и не знает. Может быть, кого-то и не учили. Следующая страноведческая компетенция. Страноведческая компетенция это вот тоже все те знания, которые имеют отношение к стране изучаемого языка. И поскольку наша тема именно этому посвящена, я потом подробнее об этом расскажу. надо просто сказать, что вас не должно пугать название само страноведение. Некоторые наши коллеги, даже русисты, они мне говорят, что вот страноведение это вообще географическая дисциплина. И действительно, у географов есть страноведение, как география какой-то страны. На самом деле, это не так, потому что страноведением занимаются и историки, и обществоведы, и русисты, и кто только не занимается. И вот здесь это совокупность сведений о стране. Каких сведений? Да самых любых. Но, естественно, для нас, если мы обучаем иностранных студентов, это не любые должны быть сведения. А какие? Наверное, такие сведения, которые нужны будут нашим студентам в первую очередь. И вот эта проблема определить. А что им надо в первую очередь? Ну, об этом мы, возможно, еще сегодня поговорим. Надеюсь, что времени нам хватит. Дальше, профессиональная компетенция. Ну, это вот как раз то, что имеет отношение к учебникам по языку специальности. То есть, какой-то минимум профессиональных знаний должен быть для того, чтобы обучаться языку в той же самой учебной сфере. И есть еще специальная компетенция. Что это такое? Это сфера увлечений. Это коллекционирование чего-то. Вот кто-то, например, занимается коллекционированием. Кто-то спортом занимается. Далеко не все. Такие вот, я бы сказал, особые сферы деятельности. Но для нас, для преподавателей, всегда очень важно знать, кто из студентов чем интересуется. Потому что это вот тот ресурс, который мы будем использовать при развитии устной речи. Или при развитии письменной речи, при написании сочинений. Это очень важно знать, что у нас за группа. Мальчики или девочки. Чем они интересуются. Понятно, да? Ну, я очень бегло, я не хочу на этом останавливаться долго. Хочу просто дальше пойти, потому что у нас еще есть о чем поговорить. И вот посмотрите определение страноведческой компетенции. Собственно, здесь два определения. Совокупность знаний о стране изучаемого языка или совокупность знаний о страноведческих реалиях. Интересно само понятие реалия. Реалия – это явление жизни. Ну, вот самое-самое простое определение – это явление жизни. Если мы говорим о страноведческих реалиях, то это явление жизни в какой-то стране, но и в нашем случае это реалии жизни в России. Какие могут быть страноведческие реалии? Вот посмотрите, разные сферы деятельности общества и, соответственно, разные виды реалий. Географические, общественно-политические, информационные – это имеется в виду средства массовой информации, экономика, наука, техника, медицина, образование, воспитание, религия, традиции, обычаи, реалии культуры, достопримечательные места, спортивные, бытовые, исторические персонали. Хочу сразу сказать, вот этот список, откуда он взят? Дело в том, что существует несколько словарей культуры. Словарей русской культуры у нас есть, словарей чувашской культуры, словарей татарской культуры. И в этих словарях материал расположен по разным темам, в том числе и страноведческим темам. Так вот, наши коллеги из Санкт-Петербурга, они все эти словари проанализировали и попытались сделать вот такой общий список. То есть, получаются вот такие группы реалий. Значит ли это, что все, что есть в жизни, вошло в этот список? Я думаю, нет. Я думаю, не все. Но, по крайней мере, наверное, самое основное все-таки туда вошло. Скажите, пожалуйста, вот это понятно? Отлично. Значит, теперь нам понятно, что такое страноведческая компетенция, но мы еще потом немножечко остановимся на вопросе о том, все-таки зачем ее надо формировать. Мы это продолжим. Итак, вот моя аспирантка Елена Борисовна Рыкова, ее интересовала проблема реалий советской эпохи. Интересная ситуация. Советская эпоха уже давно ушла из жизни. Мы уже 20 лет живем в пост советское время. Но оказывается, что до сих пор очень многое с того времени во-первых, сохранилось, а во-вторых, иностранные студенты, школьники проявляют большой интерес к этому времени. И то, что они проявляют большой интерес, я долго сам в это не верил, пока я не увидел результаты анкетирования, которое продолжалось несколько лет. Мы анкетировали иностранных студентов в Санкт-Петербурге. И увидели, что действительно очень многое их интересует, и они хотят, чтобы и эти материалы включались в тексты. Тут возникает сразу очень много, конечно же, проблем и сразу много вопросов. И Елена Борисовна, которая этим занималась, она, проанализировав большой объем литературы, она пришла к выводу, что из огромного списка реалий наиболее значимые это событийные реалии, то есть знания о событиях, о фактах, ну, например, там, Октябрьская революция, или Чернобыльская авария, например, явление политической жизни, может быть, оттепель, хрущевская оттепель, вот такие явления, или, например, дальше, идеологические, что это имеется в виду, это символика советского времени, символика, например, серб и молот, вот такого плана, да, это могут быть какие-то лозунги, ну, известный лозунг времен войны, родина, мать, зовет, тоже очень известный, да, это могут быть с этим связаны организации, например, коммунистическая партия, тогда, мероприятия, допустим, субботники, интересно то, что необходимость проведения субботников есть и сейчас, но у нас это явление из жизни уходит и почти ушло. Далее, посмотрите, персонали, и здесь и политики, ну, например, там, Ленин, Сталин, Хрущев, и так далее, и герои, такие, как Гагарин, и военнослужащие, как Жуков, ученые, писатели, спортсмены того времени. Интересно то, что, ну, для нас это было интересно, что иностранные студенты, а это в основном молодые люди от 18 до 23 лет, они, в общем, у них есть какие-то фрагментарные знания об этом. Не системные, но фрагментарные. В зависимости от их интересов, кто-то читал какие-то книги или в интернете что-то нашел или чем-то интересуется, и какие-то элементы этих знаний есть. Ну, вот пространственные реалии, такие вот явно маркированные, как Сталинград. Понятно, что это связано и с войной, и в послевоенном времени. Или очень интересное пространственное реалие Соловки. Знаете вы, что это такое? Соловки. Кто-нибудь знает? Соловки это острова на севере России в Белом море. И там до революции в течение нескольких столетий был очень известный монастырь. Соловецкий монастырь, где была очень долго, несколько столетий школа монастырская. Там монахи жили в Белом море на севере России. После революции это был лагерь для политзаключенных. Начиная, по-моему, с 24-го года, Соловки это лагерь для политзаключенных. И для многих людей даже до сих пор, когда говорят Соловки, какая ассоциация возникает? Не монастырь, не религиозная жизнь, а именно вот эти репрессии сталинского времени, гулаг и так далее. Понятно это, да? То есть вот это пространственное реалии, а смотрите за ней идет целый шлейф информации. Очень много информации. Ну и, конечно, повседневные реалии, то, что постепенно уходят, но хотя еще и остается. Ну вот если говорить о повседневной реалии, например, жилище, типичное для советского времени коммунальные квартиры. Не знаю, знают ли присутствующие здесь студенты, что такое коммунальные квартиры? Знаете? Что это такое? Это на одной кухне, ну то есть квартира, комнаты, в каждой комнате семья, кухня одна, ванная одна. Да, 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 то есть это была когда-то огромная квартира, потом ее разделили, комнаты отдали разным семьям, но единая кухня, единая ванная, туалет и так далее. И это даже до сих пор такие квартиры сохранились, хотя все пытаются и в Петербурге, если в Москве они сохранились. Что еще интересное? Ну вот образование, например, военные кафедры в вузах. Раньше у нас во всех вузах были военные кафедры, наши студенты обязательно проходили военную подготовку. Сейчас в гражданских вузах почти нет. Ну может быть там два-три ведущих вуза оставили, но это явление ушло из нашей жизни. Или например отдых, вот сфера отдыха. Есть такое понятие, до сих пор это сохранилось дача. Знаете ли вы что такое дача? Это очень важное тоже явление причем советского времени. у наших многих людей есть участок земли за городом, маленький домик, и есть возможность там выращивать какие-то овощи. И когда наступает голодное время, а иногда оно наступает, вот этот участок он очень помогает выжить. То есть это и место отдыха, и все-таки это очень важное для многих людей вот такое явление жизни. Причем это все из советского времени. Участок небольшой, обычно 600 метров, то есть вот 6 соточек небольшой участок. Но этого достаточно для того, чтобы выращивать помидоры, обурцы, картошку и так далее. Но я больше не буду говорить понятно это, да? Я хочу пойти немножко дальше и сказать о том, что реалии советской эпохи, они до сих пор существуют в жизни России. Ну например, вот они присутствуют в городах, в городской среде, в названиях улиц. Наверное, в каждом городе есть улица советская, а в Петербурге даже несколько советских улиц. есть коммунистическая улица, есть проспект Ленина, или Ленинский проспект, куда бы вы ни приехали, то есть везде вы найдете улицы, связанные с советским временем. Название станций метро, станции метрополитена. У нас есть несколько городов, где станции метро, ну например, в городе Уфе есть станции, Первомайская, станция проспект Ульяновых, у нас в Санкт-Петербурге есть пролетарская станция, площадь Восстания, это все тоже связано с идеологией, с идеологией советского времени, ну и многие другие станции. Посмотрите дальше, скульптурное сооружение, то есть памятники, памятники есть, памятники, во-первых, людям, героям, героям войны, героям даже современных войн, есть памятник героям Афганской войны, например, но и очень много есть других скульптурных сооружений, например, есть там памятники Дзержинскому, Маяковскому и так далее. Используется активно в городской рекламе, причем в городской рекламе чаще всего используются политические плакаты советского времени. Ну, есть такой известный плакат, когда красноармеец показывает и говорит, ты записался добровольцем, ну и в рекламе тоже используют, ты купил парфюмерию нашей фирмы, там что-нибудь и так далее. И что интересно, а это говорит о ностальгии людей в названиях ресторанов и кафе. Очень много вот таких названий ресторанов и кафе. Ну, например, есть ресторан, называется НЭП. Знаете ли вы, что такое НЭП? Новая экономическая политика. Это был период примерно 10 лет после революции, когда дали экономическую свободу людям и снова стал развиваться капитализм. Но потом Сталин и другие члены руководства они постепенно этот период свернули. Но в памяти осталось людей. Вот сейчас я хочу вам прочитать некоторые названия ресторанов. Есть, например, у нас ресторан Золотой Остап. Что это такое? Как вы думаете? Почему Золотой Остап? Конечно, это Остап Бендер. Это персонаж известного романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». И сразу же человек идет, видит, у него возникает очень много ассоциаций. Есть тоже ресторан, называется Винни-Пух. Что это такое? Винни-Пух Винни-Пух это любимый детский персонаж. У нас есть мультфильм о Винни-Пухе. Ну, надо сказать, что это пришло все из английской литературы к нам. Но все дети знают эту книгу о Винни-Пухе и знают этот интересный мультфильм. И взрослые знают, и песенки знают. И конечно, когда они идут и видят ресторан Винни-Пух, хочется туда пойти и что-то съесть. Сладкого, вкусного такого. Вот еще интересный тоже ресторан в Петербурге называется Гюльчатай. Гюльчатай. Да, это персонаж, это девушка, персонаж из фильма «Белое солнце пустыни». И тоже все русские люди это знают, потому что очень любят этот фильм. Гюльчатай. Ну еще интересный ресторан называется Мазиури. Современные молодые люди не знают, что это такое. А вы знаете, что это такое? В советское время был очень популярен детский музыкальный ансамбль из Грузии, который назывался Мазиури. Их показывали по телевизору, они выступали. И конечно, это тоже в сознании где-то. Или например ресторан Сулико. Что это такое Сулико? Это песня. Это грузинская песня, любимая песня Сталина. Люди это тоже помнят? То есть видите, тут ассоциация названия песни, а за этим идет целый пласт исторических знаний. что это любимая песня Сталина. Сталин грузин. Ну и так далее, и так далее. Или вот еще интересный у нас есть ресторан Сайгон. Что такое Сайгон? Это город во Вьетнаме. Ну а почему он так называется Сайгон? Дело в том, что когда-то в советское время у нас на Невском проспекте было кафе, где собирались представители неформальной молодежи, поэты, художники, несогласные с властью. И они там читали свои стихи и называли это Сайгон. Это место называли Сайгон. Потом ну время идет и закрыли это место, закрыли это кафе. Но люди помнят об этом. Молодежь, ну обычно все там бывали. Люди помнят об этом и в память об этом. Новый ресторан называется тоже Сайгон. Почему назывался он Сайгон? А потому что он как раз возник в то время, когда американцы вели войну во Вьетнаме. И постоянно Сайгон, Сайгон, Сайгон. Вот у нас был тоже Сайгон. Дальше. Вот посмотрите очень бегло. Реалии советской эпохи остались в названиях некоторых российских городов. Я вам хочу сказать, что ряд городов названия поменяли. Например, вот Санкт-Петербург, старое название, в советское время был Ленинград, или Свердловск переименовали Екатеринбург, но остался город Калининград. Калинин знаете, кто это был? Калинин был председателем Верховного Совета в сталинское время, и в честь него назван этот город. Или, например, город Дзержинск. Знаете ли вы, кто был такой Дзержинский? Ну, мы-то знаем, мы-то знаем, а я спрашиваю, наша молодежь знает? это был председатель председатель чрезвычайной комиссии ВЧК, потом НКВД, то есть, именно он начинал вот эту политику репрессий притворять жизнь. Город есть у нас, Комсомольск на Амуре. Очень известный город, была комсомольская стройка. А что такое комсомол? Вот мне интересно, современная молодежь, знаешь, такой комсомол? Ну, это да, это молодежное объединение, причем не просто объединение, это организация, коммунистический союз молодежи. И эта организация решала очень много интересных задач, в том числе и молодежные стройки, и проведение каких-то молодежных праздников, ну и идеологическое воспитание тоже, как вы понимаете. До сих пор у нас сохранились названия областей. Вот у нас Санкт-Петербург, а область вокруг не Санкт-Петербургская, а Ленинградская. И многих это удивляет, но это факт, потому что это разные субъекты страны называется, Ленинградская область. Или, например, город Екатеринбург, а область так и осталось, Свердловская, Кировская область, Ульяновская область. Видите, это все как-то связано в нашем сознании вот с этой прошлой эпохой. И это не история, это то, что есть сейчас. И это значит, что вы, как преподаватели русского языка, вы должны это тоже понимать, чтобы общаться и понимать, что это все не ушло в прошлое. Может быть, когда-то уйдет, а может быть, не уйдет никогда. Это не нам судить, но надо это знать. Что интересно, информация о советской эпохе в интернете есть. Например, в феврале 2012 года в русском интернете, в рунете 79 было сайтов, так или иначе связанных с жизнью в СССР, то есть в советской эпохе. В то же самое время, 2010 год, 348 а нет, извините, это есть специальный сайт, где можно скачать для просмотра фильмы, сериалы. Из них довольно большой процент около 25, то есть четверть связана с советской эпохой. Не знаю, вы смотрели, были ли вы в России, смотрели ли вы каналы телевидения, есть довольно много программ, связанных с историей, причем очень часто обсуждают те или иные проблемы, может быть и видели, а может быть и нет. Например, есть программы исторические хроники с Николаем Сванидзе, обсуждают те или иные исторические проблемы, живая история или ток-шоу Суд Времени. Если мы посмотрим программы передач по разным каналам, мы увидим, что там много фильмов советского периода или современные фильмы, но о советской эпохе. это тоже не случайно, потому что сейчас все равно очень многие люди больше смотрят фильмы о советском времени, чем о современной России. Вот это тоже любопытный такой факт. Ну и кроме того, есть журналы, даже такие, глянцевые журналы, например, «Караван историй», где очень много информации о советском периоде. Это биографические журналы и развлекательные. А вот гимн, символика, например, гимн Российской Федерации, музыка осталась та же старая. То есть изменились слова «Союз нерушимый», «Республика свободных», слова «Измей», а музыка осталась старая. Значит, сохраняется преемственность. Ну, архитектурные сооружения, например, тот же мавзолей Ленина остался, да? Награды российские, награды, очень многое сохраняется того, что было еще в советское время. О чем я вам это говорю? Я хочу сказать, что это остается актуальным. Вот эти знания остаются актуальными. отношения ко всему этому в современном российском обществе. Ну, есть три точки зрения. Одни относятся ко всему советскому отрицательно и говорят, что эти 70 лет это было потерянное время. Другие положительно, считают, что в любом случае это история и славная история. Ну, многие и равнодушны. Но сразу возникает методический вопрос. Ведь и у преподавателей тоже может быть разное отношение. И у студентов может быть разное отношение. Вот как нам быть на учебных занятиях, когда возникают какие-то вопросы, связанные с оценкой тех или иных явлений прошлого? Вот как бы вы предложили поступить, например, если вы знаете, что ваши студенты по-разному это оценивают? или что существуют разные точки? Что? Я бы поступила разнообразно. Нажмите кнопочку, не слышно. Я бы поступила равнодушно. Не то, что я не займу не отрицательным, не положительным, позитивным. Вот такое интересное. Ну, можно и так поступать. Как еще? Я бы не поступила равнодушно, потому что это может сделать такое впечатление, что я об этом ничего не знаю. Я бы постаралась взглянуть на определенное явление с разных точек зрения. точек зрения. Например, сначала я факты перечисляю, а потом говорю «Ага, значит, это было так, вот на этом можно смотреть с этой точки зрения, с этой точки зрения и с этой точки зрения». То есть, чтобы у них была какая-то целая картина и пусть сами выбирают отношения. Кто-нибудь еще хочет высказать свою позицию по этому вопросу? Я отрицаю. А? Я отрицаю. Так, кнопочку нажмите. А почему? Потому что коммунисты убили. Там много людей, что я не могу. Но ведь там же не только были коммунисты, которые убивали много людей, там же были эти люди, которых они репрессировали, и это тоже то самое время, да? Еще есть точки зрения какие-то интересные? А я бы оставила это, просто разговариваю. Это на самом деле обучение русскому... Нажмите на кнопочку «Плохо слышно». Я бы оставила просто разговаривать, так как это обучение русскому языку, это обучение страноведческой компетенции, да? и ну что, это хороший разговор, и так они тоже учатся лукомендировать, и так далее, да? Спасибо. Я думаю, что мы подведем итог, все точки зрения очень интересные, и понятно, что каждый из нас, у нас есть свое отношение к этому, и оно может быть положительное, оно может быть отрицательное, ну может быть оно даже и равнодушное, но мы как преподаватели как-то должны поступать, мы же понимаем, что и у наших студентов то же самое, одни могут так относиться, другие так, что лучше всего сделать? Лучше всего честно обо всем рассказать. Правильно вот сказала нам наша коллега, что нужно все факты изложить, все, что мы знаем, изложить, и нужно сказать, что есть люди, которые считают вот так, и есть люди, которые считают вот так, и пусть сами наши студенты вырабатывают свою точку зрения, потому что ясно, что там было довольно много такого, что мы сейчас не принимаем, но мы и тогда это не принимали, пусть они об этом знают, пусть они об этом знают, конечно, пусть они сами спорят, и вот вам пожалуйста, действительно материал для дискуссии, я с вами согласен, это очень хороший материал для дискуссии, не надо этой острой проблематике бояться, вот моя точка зрения, бояться не надо, надо об этом говорить, не настаивать, не навязывать свою точку зрения, но показывать, что да, вот есть люди, они так считают, и они правы, есть вот так считают, у них есть своя правда, да, а вот вы сами должны решить, как надо поступить, как надо считать, это, да, пожалуйста, хотя бы у нас в Ингрии в школе нельзя так говорить о политике, так что нельзя сказать, какой у тебя политический подход, это нельзя у нас, в школах нельзя, да, это как-то запрещено на, таком, законом, да, а может быть это и правильно, может быть это и правильно, ну, а если это можно, то говорить, наверное стоит об этом, наверное стоит, но если закон запрещает, гражданин должен соблюдать законы, да, это очень важный момент, ну, ладно, дальше, поедем дальше, теперь вот мне уже хочется непосредственно к методическим вопросам перейти, и прежде всего, вот эти страноведческие знания, что является, какие способы представления этих знаний имеются, но прежде всего страноведческие знания мы представляем через страноведческий текст, в том числе комментарии страноведческие, это тоже страноведческий текст, и это главное, потому что вот основная информация идет через текст, второе очень важное, это образно-графическая форма, это разного рода таблицы, схемы, конспекты, ну, и даже иллюстрации, и третья форма, это языковая, есть слова, которые называют советизмами, то есть, вот слова того времени, довольно многие советизмы остались в наше время, но очень многое ушло, если вы возьмете, кто-то будет заниматься наукой, лексический минимум 80-х годов, и лексический минимум в наше время не сопоставите, вы увидите, что они не совпадают, какие-то слова ушли, вот эти слова, которые ушли, это в основном ушли советизмом, ну, немножко о советизмах я скажу, что довольно любопытные сами по себе явления, ну, были семантические советизмы, когда старые слова получали новое значение, ну, например, в годы революции гражданской войны белые и красные, да, слово белый и слово красный, а белые и красные это фактически две силы, которые бороются, это вот разного рода новые слова, которые по-разному строятся, обозначают советские реалии, или вот новая жизнь, там воскресник, аул совет, аул это на Кавказе, это деревня, на Кавказе, значит, аул совет, это совет этой деревни, бамовчата, это дети, которые родились на Баме, а знаете вы, что такое Бам? Байкал-Амурская магистраль, это была огромная стройка, огромная стройка в 70-е, 80-е годы, строили железную дорогу, и вся страна говорила о Баме, вот что такое Бам, бамовчата это дети, которые родились там на Баме, но много тут любопытных вещей, я хочу просто пойти дальше, есть и стилистические советизмы, ну разного рода, вот номинации, например, вождь мирового пролетариата, так говорили о Ленине, например, сейчас, конечно, вот это уже не используется, а если кто-то использует, то это вызывает улыбку, потому что это все ушло в прошлое, но иногда это вот можно встретить и нам трудно понять, если мы не знаем этого. Хочу сказать из своего собственного опыта, в Комсомольской правде была напечатана статья, которая называлась так, «Зачем разбудили Герцена?» И современные люди не понимают, молодежь, я спросил у дочери, ты понимаешь, что это такое? Нет, говорит, непонятно, почему разбудили, почему Герцена, а вот люди нашего поколения очень хорошо это знают, потому что все изучали статью Ленина, которая называлась «Памяти Герцена», и там была известная фраза, все знают наизусть, «Декабристы разбудили Герцена!» Герцен развернул народную агитацию, все знали наизусть, а молодежь этого не знает, это все уже ушло в прошлое, но тем не менее журналист, он, конечно, помнил это, и он назвал свою статью «Зачем разбудили Герцена?» Все было тихо, нет, вот начали что-то вот там какие-то политические процессы. Ну, вот еще советизмы, это какие-то устойчивые словосочетания, например, там, пятилетний план, это сокращение самого разного рода, КПСС, там, порт-актив, это перефразы, например, комбайн, называли «Степной корабль» и так далее. Все, теперь осталось нам только немножко поговорить о том, как с этим работать, какие могут быть пути формирования этой компетенции. Ну, прежде всего, мы работаем с этим на занятиях, наши студенты именно от преподавателя узнают многое о советской эпохе, а это значит, что и наши преподаватели, и вы в том числе, вы должны все-таки этими знаниями обладать. Следующее, есть специальные курсы по страноведению. В школе их нет, но очень часто они есть в ВУЗе, и на краткосрочных курсах обычно есть преподаватели, которых приглашают вот на специальный курс, например, курс истории Советского Союза после войны, или там курс связанный с войной и так далее. Это курсы они не исторические, они все равно там больше вот именно того, о чем я говорю, о жизни в это время. Не столько о событиях, сколько о жизни. Страноведческая информация, ее можно получить на занятиях по разным дисциплинам, не языковым даже, потому что ну вот наши ученые, они очень много сделали и для биологии, для физики, для математики, конечно, это тоже интересный момент. Вне аудиторная работа. Если студенты иностранные учатся у нас в России, мы проводим экскурсии, большая работа, но такая же работа, наверное, ведется и в ваших вузах, я думаю, потому что бывают во многих странах, в университетах, на кафедрах русского языка, бывают клубы русского языка и культуры, и в этих клубах очень большая проводится работа. Ну, например, очень интересное задание, разработка экскурсий для тех, кто приезжает из России. Много интересного. Ну, и самое-то главное, это погружение в лингвокультурную среду. Вот я хочу обратить ваше внимание именно на этот последний момент. Почему? Потому что можно много говорить и читать, но пока вы сами не начнете общаться с русскими людьми и не поймете, что это важно, это все останется где-то за пределами нашего сознания. Поэтому я советую всем ездить в Россию, общаться с русскими людьми, не только с преподавателями. А для этого надо, конечно, заводить друзей. Это может быть и тандем метод обучения, что хотите, но только общение вот самой России, оно, конечно, дает очень многое в плане этой страноведческой компетенции. Ну, и вы, наверное, заметили, что среди преподавателей лучше всего знают о России, страноведческой, именно те, кто часто бывает в России. Или преподаватели сами из России. Надо часто бывать, надо знать, что люди смотрят, что они читают, какие проблемы обсуждают, и этих проблем довольно много. теперь вот о методике непосредственно. Есть два подхода к работе. Один мы называем лингво-страноведческим, где главное для нас слово, то есть мы отталкиваемся от слов и идем к текстам. Мы работаем над словами, даем комментарии лингво-страноведческие, то есть дополнительные тексты, но все-таки основа для нас это лексика. И второе странноведческий подход это подход текстовый, где главным для нас является текст. Может ли там быть лингвистический комментарий? Конечно, он всегда там есть, но самое главное это текст. И вот сейчас я немножечко расскажу вам еще о том, как идет работа с этим текстом, что и не только с текстом, но и вот с этой лексикой. Посмотрите, что может быть, как вводятся эти комментарии, как вводится эта странноведческая информация. Ну, она через тексты идет, через упражнения, через иллюстрации и через особые пособия, пособия по страноведению, через художественную литературу. Ну, вот способы семантизации, лексики, они тоже могут быть и самые разные. Я хочу несколько примеров вам дать. Ну, вот, например, синонимы, да? Боец, солдат, командир, офицер. А вот было такое понятие достать продукты. Все ли знают, что это такое достать продукты? Да, люди стояли специально в очередях и, по сути, это купить продукты. Если человек приходил и говорил я достал, это значит, вот он долго-долго стоял в очередях, купил продукты. Ну, и, конечно же, близко с этим связано давать продукты. Когда приходили и говорили, ой, там в магазине дают джинсы и все бежали покупать, потому что это был довольно редкий такой вот товар. Дают, значит, продают. Еще для разговорного языка было такое важное понятие выбросили продукты. Это совсем не то значение, как вот мы себе представляем взять и выбросить, а выбросили, значит, привезли и начали продавать. Нужно ли знать эти вещи? Ну, если их не знать, то понять современные тексты практически невозможно. А в словарях вы не найдете толкования этих вещей. Это надо, конечно, знать. Вот почему нужны особые специальные лекции по страноведению. Ну, например, вот использование контекста. Первый пример, кажется, там очень простой, там идет семантизация сочетания враги народа, и это понятно, да, кто был не согласен с порядком, тех объявляли врагами народа. А второй вот контекст, здесь слово двушка. Что такое двушка? Да, это двухкомнатная квартира. И тоже можно объяснять студентам каким образом. Вот описательно, что да, очень маленькая квартира, да, что там жили родители в одной комнате, а у нас в другой, там и так далее. Иногда, конечно, можно и перевод использовать. Вот перевод на французский язык, очень простого сочетания, памятник защитникам Родины, это есть на всех языках и во всех культурах. Это очень легко переводить. Очень часто невозможно перевести. Так, а вот сейчас я хочу сказать, что моя аспирантка Елена Борисовна Рыкова, которая занималась именно вот этой проблематикой реалии советской культуры в обучении русскому языку на современном этапе, она предложила очень интересное пособие. Она разработала так называемые опорные таблицы, вот я вам сейчас покажу, вот, например, такого типа таблицы, это таблица Чапаева, например, разная информация, которую можно найти, и она предлагает, да, причем эта таблица есть персоналии, то есть какие-то вот очень известные люди, и все, что с ними связаны, это могут быть события, причем там в хронологическом порядке может быть, это могут быть периоды истории, то есть вот таких таблиц всего у нее шесть комплектов она разработала, и по ним можно работать, ну, используя совершенно разные подходы, я сейчас вам попытаюсь показать один из вариантов, это кусочек ее занятия, сначала она давала читать текст о Чапаеве, а дальше она предлагает вот такое задание, это пятое задание, рассмотрите опорную таблицу, схему для рассказа о Чапаеве, и таблицу ключ к этой схеме, объясняющей расположение частей, сейчас я вам покажу все это, да, и, конечно, надо поговорить будет, да, как вы думаете, почему в таблице схеме, рассказывающей о Чапаеве, собран именно этот материал, именно в таком расположении, ну, понятно, что до этого был текст, значит, тут обучение чтению, а вот это задание, как вы видите, это уже задание на разговор, обсуждение этого, да, и вот предлагается, ну, не знаю, хорошо ли тут видно, предлагается вот такая опорная схема, она состоит из 9 фрагментов, там отсутствует такая еще палочка почему-то у нас, ну, вот их 9 фрагментов, 9 квадратиков, вверху атака Чапаевцев, потом плакат времени гражданской войны, кадры с фильма, тачанка, ну, и так далее, это описание вот самой этой таблицы, и вот это сама таблица, вот видите, в центре это фотография Чапаева, ниже кто это и годы жизни, выше это плакат, и опять же, наши ученики, они должны объяснить, что это и почему это как-то связано между собой, далее, смотрите, слева от фотографии Чапаева идет тачанка, справа памятник, внизу, внизу кадр из фильма Чапаев, фильма, который в России знают все, это такой вот фильм, ну, прецедентный, да, что еще здесь, да, вот, опять же, внизу слева это пулемет Максим, это оружие того времени, тоже, когда говорят о Чапаеве, всегда эта ассоциация возникает, да, что? У Пелевина есть, да, кстати, опять же, Пелевина не понять, не зная вот эта информация, очень трудно понять, ну, и дальше, опять же, кадр из фильма и картина, то есть, как вы видите, после текста предлагается самая разная иллюстративная информация, все это, все, что изображено ассоциативно связано с центральным кадром, с самим Чапаевым, но сами студенты, сами ученики, им, конечно, трудно об этом рассказывать, им помогает вот тот текст, с которым они работали раньше. И, конечно же, вот какая задача, они, там, вы помните, задание было, сейчас я вам скажу, рассмотреть таблицу и ключ, и как вы думаете, почему именно этот материал и в таком порядке он расположен. Кроме того, у нее есть еще вот к этой таблице дополнение, например, она дает эту же таблицу, но там отсутствуют какие-то фрагменты, ну, например, вот такие, да, и там стоят знаки вопроса, и нужно по тексту восстановить все это и вспомнить, что здесь может быть. Вот этот сам прием использования этих таблиц, он не новый, в общем-то, прием, но у нас он используется все-таки не часто, он чаще в школе используется, кстати, а в вузовском обучении мы не часто используем, но что интересно, она создала такие таблицы, действительно, они оказываются очень полезными для курса страноведения, но и не только, но и для курса самого, для курса русского языка. То есть, вот, возможно, и такие виды работ. Вот это основа, да, то, что я хотел рассказать о страноведческой компетенции. Я хотел бы задать вам вопросы. Скажите, пожалуйста, вот сама по себе эта идея страноведческой компетенции, она каким-то образом проявляется в вашем учебном процессе, в ваших вузах. Есть ли какие-то курсы по страноведению? Или таких курсов нет, какие-то есть другие возможности? Поэтому я теперь все, что хотел, рассказал, а теперь я хочу послушать у вас есть ли у вас это? Нет. Если есть, то почему может быть вы знаете? Если нет, может быть тоже? Почему? Кто хотел бы несколько слов сказать об этом? Есть ли у вас курсы страноведения? Так, сейчас соберутся вздухы. Мы из Долгопилского университета. Возьмите, пожалуйста, микрофончик, чтобы вас было слышно. Мы из Долгопилского университета, у нас нет курсов страноведения, но у нас есть лекции по истории России и это история России по всем известной и у нас Но это политическая история, да? Нет, история культуры. История культуры, да. Вот. И у нас учатся в основном студенты, для которых русский родной язык. Вот. они даже так знают. Ну они знают очень много и ведь наверное от семьи получают, да, и сама среда русский очень много дает. Понятно. А Долгопил много русских, большое население русских? Да, он где-то наверное в Долгопилсе процентов 40, может даже больше русских. Ну тогда понятно, тогда действительно вот эти знания, их не надо где-то искать, а они уже в сознании людей присутствуют. Хорошо, пожалуйста еще расскажите кто-нибудь еще расскажите. Это вот был Даугав Пилс, а у нас есть и другие вузы. Ну что же там такое? Значит студенты если не хотят тогда я сама расскажу. Ага, преподаватель должен отдуваться студентов. Так, значит на карте русского языка и литературы по-моему просто нет такого предмета как страноведение. А вот у нас есть отдельное отделение называется русистика. Да, просто русистика и там языковедения и литературы нет, но там одно страноведение идет. там история России. А русский язык они изучают, да? Изучают это, да, изучают, изучают. Значит есть такой учебный предмет. Ну как русские исследования. Да, значит так называют Russian status. Russian status, понятно, да. Значит там не только история, но и там культурология, искусствоведение и вот такие предметы. А филологи обделены, да? У них этого нет? Да, да, да. Ну вот интересно. А как вы оцениваете это? Я думаю, что это большой недостаток на кафедре русского языка. Конечно, прежде всего филологи должны вот этим владеть, как мне кажется. Хотя может быть не в такой степени, как историки или географы, но эти знания нам нужны. Пожалуйста. Ну я знаю, нажмите кнопочку. Я так думаю, что это важнее еще в средней школе, например, но если кто-то уже учится в университете, тогда сама должна искать. В интернете. Ну и узнать культуру. А вот как вы относитесь к тому, что человек сам что-то ищет? Вообще-то это неплохо, конечно, но насколько это системно? я так думаю, что у нас есть возможность например поиграть на стажировку и если ты там найдешь русских друзей, тогда ты узнаешь эти. Конечно. Вот я говорил о погружении в среду. Конечно, если найдешь русских друзей, особенно если говорить много, да? Очень хорошо. Так, отлично. Можно пару слов сказать? Да, пожалуйста. У нас в Болгарии только в филологических вузах изучается лингвострановедение. Курсов у нас пока что нет в Болгарии. А на нефилологическом факультете, вот как например в университете здесь, в свободном университете, у нас студенты эту информацию получают через своего преподавателя. Обязательно должна быть такая информация лингвострановедческая. Вот коллеги, имейте в виду, я говорю о молодых, мы говорим молодым коллегам, что конечно преподаватель основной источник этой информации. И помните, что именно вам будут верить ваши студенты. Поэтому вы сами должны действительно искать эту информацию, обдумывать, как ее подать. И сами перерабатывать, активно перерабатывать. Конечно, преподаватель это основная фигура. Но вот смотрите, в болгарских вузах есть и просто курсы лингвострановедения, то есть это и страноведческие знания, и работа с лексикой, которая называет эти явления. Хорошо, а в других вузах, это вот у нас из Болгарии, так, пожалуйста. Нет лингвострановедения. Ага. Ну, конечно, вот то, что я вам рассказывал, действительно, это вот то, что связано именно с нашей деятельностью на занятиях по русскому языку. Конечно. Очень интересно. Очень интересно. Так, вот еще кто-то нам расскажет, да, ведь у нас же вот из Венгрии нам рассказали, из Болгарии коллеги, да, из Латвии. А кто-то нам еще не рассказал. Да, расскажите, пожалуйста. Ну, мы Латвийского университета, все на пирологическом по пути и учимся, и у нас был курс страны введения России, но в первом курсе, да, у всех. А что вы там изучали? Ну, мы в основном географию и историю в России. Это было интересно, что вы сказали, там изучается как-то жизнь русских людей, да? Ну, и просто географию и историю изучали. Конечно, важнее изучать именно жизнь, но историю тоже надо знать, сведения географии и истории. Но вот, к сожалению, наши коллеги, преподаватели истории и географии, они очень мало рассказывают о жизни людей. Вот это интересно. И это только вам преподаватель русского языка может рассказать. Так, хорошо. А еще, а где у нас из Сербии-то люди? Есть у нас из Сербии? А что же они молчат? Вы нам расскажете? Ты расскажешь? Конечно, расскажет, нажмите кнопочку. Давай, не буду же только я говорить. У нас в Сербии нет таких лекций по в Сербии, то, ну да, вы имеете вновление. У нас в Сербии есть искусство и все. Ну да, в принципе у нас это называется лекти по политической и исторической культуре России. Ага, это интересно. Еще раз, какая культура-то историческая и политическая? Культурная и политическая история России. культурная Ну вот это ближе, наверное Да, как-то ближе Да, хорошо, все ли нам рассказали? По-моему, все или нет? Ну, да? Точно? Ну что же, видите, все-таки этот курс есть Я хотел бы сказать немножечко о том, как у нас в Санкт-Петербургском университете это проходит У нас есть основная образовательная программа, где обучаются иностранцы по специальности русский язык, как и иностранный Они так же, как и все другие русские студенты, обязательно они слушают курсы истории России Но этот курс, он не ориентирован на специфику иностранцев, на то, что им нужно и то, что им хочется знать А вот в рамках курсового обучения может быть специальная дисциплина страноведения И изданы, у нас есть специалисты по этой проблематике, изданы книги, их довольно много Этим занимается, например, вот наша коллега Ирина Александровна Гончар У нее хорошее пособие То есть вот это есть и может быть Но единственное, конечно, нет пока, как мне кажется, ни одного человека, который обобщил бы вот этот опыт И все-таки предложил бы какие-то рекомендации Как это сделать лучше, как это сделать более эффективным То есть вот сама по себе проблематика, кажется, она лежит на поверхности Но вы видите, сколько здесь еще неизученного, неизведанного Но интересно, да? Этот материал очень интересный Поэтому я вас призываю об этом думать И помните о том, что очень интересно это нашим студентам Можно давать им проект разрабатывать, связанный вот с какими-то явлениями жизни в России Поэтому этот аспект, он пока еще активно не включается в учебный процесс Но думать об этом надо Пройдет пять, может быть, десять лет И эта проблематика станет уже общеизвестной, общезнакомой То есть все мы уже с этим сможем работать Я на этом хотел бы лекцию закончить И задать вопросы Все ли здесь было понятно Может быть, есть какие-то вопросы Пожалуйста У меня два вопроса Вопрос первый Есть ли какое-то систематичное короткое пособие В котором описано все то, что в России знают все Все эти реальные понятия лингвоскрановедческие Потому что, когда у нас есть в курсе, это тысячи и тысячи страниц текста И мы не можем видеть, какие это фильмы, которые смотрели все Какие это мультики, какие это сказки Какие это исторические события, самые важные Самые важные персонажи Меня интересует, существует ли какой-то формат Не знаю, там учебник, 100-200 страниц В котором все это выложено жар Это первый вопрос И второй вопрос Я считаю, что частью страноведения Должен быть и разговорный язык То есть так, как люди на самом деле в быту разговаривают Я встречалась с такой проблемой Что у нас в Сербии принято Обучать только литературному языку И даже если там Нам говорят какие-то разговорные выражения То они тоже на таком высоком Либо на академическом таком книжном уровне Ну так люди просто на улице не говорят Как вы думаете, какова ваша позиция Надо ли студентов обучать и там сленгу Бытовым разговорным выражениям Потому что если человек пойдет на рынок в России Там никто не будет спрашивать Скажите, пожалуйста, а сколько у вас стоят помидоры? Они спросят, ну почем помидоры? Все правильно Да, очень интересные вопросы, спасибо И я думаю, что, наверное, эти вопросы Они и других тоже интересуют Но первое, что я хочу сказать Учебника, в котором бы все вот это было отражено Пока, к сожалению, нет Есть так называемые лингвострановедческие словари Причем долгое время они создавались Просто по каким-то отдельным темам Но не так давно По-моему, уже года четыре назад Был разработан лингвострановедческий словарь Россия Вот это попытка представить в концентрированном виде Все то, что является прецедентным, общеизвестным Далеко не все авторам удалось Но мне кажется, что это самое удачное Из того, что сделано специалистами в области страноведения По крайней мере, очень много прецедентных слов Имен, текстов там представлено Вот это первое Второе, что касается включения разговорного языка Ну, надо иметь в виду, что, конечно, это просто разные все-таки стили речи И, конечно, вот так, как говорят на улице Так не говорят, например, в аудитории Все по-разному Нужно ли, чему нужно обучать? Нужно ли обучать студентов разговорной речи? Конечно, нужно Если они будут общаться с русскими людьми Надо обучать разговорной речи Но вы тоже должны понимать, что если, например, на рынке говорят Почем помидоры? Если вы скажете, что это не на рынке, а где-то в другом месте То есть это может допустимо только на рынке Понимаете? То есть есть сферы употребления И если студент-филолог, конечно, он должен знать И сленг он должен знать И сниженную лексику он должен знать Если это школа То вот здесь, конечно, надо нам подумать Все ли он должен знать, наш ученик Если это не филологический вуз Где учебных занятий часов мало Тоже надо подумать В какой степени, что надо давать Но я считаю, что наши студенты Которые учатся не в России А за пределами России Они, конечно, должны с этим знакомиться Иначе они могут приехать в Россию И испытать большой шок Именно от того, что они учили, учили, учили Приехали, ничего не понимают То есть вот эти элементы погружения в разговорную речь Обязательно должны быть Ну и, конечно, вы должны еще иметь в виду Вот если говорить о сленге, да Есть такое понятие молодежный жаргон Молодежь всегда И не только в России, но это везде Ее речь немножко отличается от речи взрослых Причем это преднамеренно Потом какие-то эти слова уйдут Какие-то останутся в языке Но это происходит всегда И это далеко, мы не всегда этому учим То есть вот иностранцы, когда они приезжают Они, конечно, в речи сами все это усваивают Нужно ли этому учить? Ну, каким-то элементом, наверное, учить нужно Может быть, если это студенты-филологи То может быть какой-то системный спецкурс Я допускаю, что это возможно Единственная проблема какая Я думаю, что это и у нас в России У вас сейчас постоянно сокращаются часы На изучение русского языка И вот эта проблема Что выбрать? Чему учить? Для всех сейчас очень стоит остро Если есть часы, да надо всему учить Всем стилем речи Всем аспектам языка И всем видам речевой деятельности А вот если нет, тогда надо хорошо тут думать Еще есть вопросы? Ну что же, я хочу сказать вам Я вижу, что вопросов нет, да? Я хочу сказать, что наше время заканчивается Спасибо вам за внимание За активное участие в работе И мы теперь уже немножечко отдохнем Завтра продолжим АПЛОДИСМЕНТЫ